Добрый день все кто смотрит видеоканал планеты дзюдо я Роман Карасев и в этом видео я расскажу как я придумал праздник день дзюдо и так это произошло уже более 12 лет назад а точнее в 2008 году возникла идея о создании такого праздника а идея возникла достаточно спонтанно ну не совсем спонтанно просто я как-то сидел и задумался есть много праздников но нет праздника посвященного дзюдо и я стал интересоваться этим вопросом стал смотреть интернет и кто может быть кто-то уже до меня придумал такой праздник но к сожалению разные запросы которые я писал на русском на английском языке ничего не выдавали и тогда мы подумал ну значит пришло время и для такого праздника почему бы нет есть там день учителя день повара день пожарника день физкультурника даже день дзюдо не существует и значит идея есть праздник название есть когда же его проводить тут долго думать не пришлось я сразу соединил день дзюдо с кодокам дзюдо так как сегодня в мире ассоциация дзюдо и кодокам дзюдо они как бы вместе проходят одной линии вот и кодокам дзюдо создал канадзи гора я подумал когда он создал посмотрел историческую информацию и оказалось что первые занятия начались в октябре мало того и канадзи гора родился в октябре и поэтому я подумал ну значит будет наверное октябрь месяц ну в принципе очень хорошее время потому что многие это осень все клубы работают и в общем это очень хорошее время года потом подумал как в какое же число или дата да да какую дату проводить этот праздник и сначала я подумал там провести этот праздник соединить с днем рождением канадзи гора или с днем рождением кодокам дзюдо когда первые занятия начались но потом я понял что не совсем на антично будет все день дзюдо это день дзюдо день рождения канадзи гора день рождение канадзи гора дзюгора но многие праздники я увидел что многие праздники проходят точнее проводится там последнее воскресенье допустим декабря или первое воскресенье марта и я подумал вот эта идея как раз и будет взята за основу значит последнее воскресенье октября будет такой праздник все значит день дзюдо последнее воскресенье октября и было принято решение это был 2008 год провести такой праздник впервые в москве у меня есть своя школа рока дзюдо и я решил провести такой праздник для своих учеников но потом я подумал что не совсем наверное будет это тут так сказать может быть местечко будет вот для своих учеников и у меня возникла идея провести этот праздник в одном из торговых центрах который находился рядом неподалеку от моего зала где я тренирую это торговый центр час пик который находится в северо-восточном округе города москвы и я пришел в торговый центр и предложил администрации провести такой праздник они конечно никаких препонов мне не сделали вот я обо всем договорился и на тот момент последнее воскресенье октября это было 26 октября 2008 года я сделала программку этого мероприятия и где-то значит я был в сентябре торговом центре час пик и дал анонс этого мероприятия на сайте дзюдоклуб.ру на сайте своей школы дзюдо рококлуб.ру и ну чтобы пригласить может кто-то еще заинтересуется ну вообще сделать анонс что вот такой-то праздник значит впервые приглашаю всех в разных городах тоже присоединиться у себя в клубах отметить и буквально там через пару дней раздается телефонный звонок мне звонит сейчас уже кажется нет такого телеканала на тот момент был телеканал боец мне позвонили и сказали что вот здравствуйте так и так мы увидели что вы проводите такой праздник международный день дзюдо и мы хотим приехать и снять репортаж о этом празднике я конечно был рад что это еще лучше покажут по телевизору хотя это как бы и такой платный канал в тот момент был да телеканал боец не регулярное телевидение общедоступное вот но в любом случае я сказал конечно приезжайте и так далее значит 26 октября 2008 года мы собрали в торговом центре час пик это было такое место там как бы food court называется где-то ну там ресторанчики разные мероприятия шоу проходит мы там и поселили я со своими учениками татами постелил вокруг стояли столы и там же кафе есть и так далее и это было воскресенье конечно было много-много-много посетителей все смотрели мы сделали большую программу и показательные выступления и конкурсы викторины и рассказали об истории дзюдо когда кандиду и тех методов которые существуют в тренировочном процессе в общем максимально рассказали что такое дзюдо всем собравшимся даже вручали там подарки памятные вот на тот момент кстати там был супермаркет такой спортивных товаров спортмастер он даже призы выделил да я помню сказал что можно мы тоже поучаствуем дал немного призов для викторины дзюдо и это мы тоже всем раздарили кстати информацию о вы можете также где-то в интернете посмотреть международный день дзюдо в москве в час пик к сожалению на тот момент был 2008 год я не особо занимался вот таким как бы интернет маркетингом что вот но где-то может быть сохранилась эта информация об этом дне о первом дне когда отметили такой праздник день дзюдо я потом написал некую информацию статью а кстати есть где-то может быть даже мы снимали я не помню точно но кажется снимали на видео может быть в ютюбе я попробую ссылочку скинуть на это в этом видео на наши съемки и так мы сняли 2009 год так провели такой праздник день дзюдо и 2010 но потихоньку конечно в россии люди стали узнавать что есть такой праздник ну как бы кто со мной общается вот и 2011 году я узнаю что международной федерации дзюдо в лице мариуса визера инициирует создание праздника всемирный день дзюдо я конечно очень обрадовался что моя идея и уже вот все таки мы 2008 2009 2010 три года проводили такой праздник и уже на четвертый год что думаю мох класс значит и эта идея подхватила международной федерации дзюдо и возможно она получит еще больше распространения и я прочитал информацию вот но что было для меня немножечко таким не совсем не то что мне не понравилось но на самом деле да я думаю мне не понравилось на самом деле потому что все таки какие-то исторические моменты тем более в различных мероприятиях должны существовать и ну как бы мир должен знать да если когда канзи до основал канадзи города когда канзи до не мог не может основать дядя вася вот или придумать создать поэтому когда международная федерация дзюдо в лице мариус визера и мариус визер на сайте сказал что вот он инициирует создание такого праздника всемирный день дзюдо мне конечно я думаю что может быть там будет написано и о том что уже вот в москве проводилась и так далее и мы подхватываем эту инициативу но к сожалению такого не было вот и это достаточно странно потому что на мой взгляд такая крупная международная организация развивающая дзюдо должно все-таки как-то собирать информацию о том что творится в мире дзюдо вот и может быть как-то контактировать с людьми но я так думаю что да очень крупная организация поэтому то что творится там где-то внизу никого не интересует ну это и правильно наверно к тому же ну как бы эту идею мариус и визера поддержали многие региональные и точнее федерации дзюдо развивающихся в странах в том числе федерации дзюдо россии и тоже на своем сайте написала что есть такой праздник и для меня это тоже было достаточно странным потому что и на сайте федерации дзюдо россии не было ни слова о том что уже три года этот праздник проводится в москве что инициативу праздник вот один из руководителей одного из клубов дзюдо который находится в москве что и так ну и так далее и тому подобное но и здесь я не увидел этой информации не знаю по какой причине хотя на мой взгляд федерации дзюдо россии могла бы гордиться что ну как бы гордятся олимпийским чемпионами там чемпионами мира могла бы сказать что гордиться тем что впервые уже много лет назад был придумано немного три года назад 2008 году был придуман уже праздник этот человек из россии и вот мы и так далее и тому подобное но этого нет ну да бог с ним как говорится вот я даже рад что как эти из просто такого маленького маленькой идеи уже значит весь мир многие люди знают что вот есть такой день всемирный день сюда но несмотря на это все равно историю нужно знать да и помнить что и для вас для всех кто смотрит видеоканал планета дзюдо я хочу сказать что впервые международный день дзюдо был отмечен 26 октября 2008 года в москве торговом центре сейчас фиг придумал праздник роман карасев поддержали ученики школы рока дзюдо и все дружно отметили этот прекрасный день и я даже за то чтобы день дзюдо праздновали каждый день поэтому занимайтесь дзюдо любите дзюдо изучайте историю с вами был роман карасев и вы смотрели youtube канал планета дзюдо до новых встреч